На этом наше путешествие по Австрии подходит к концу Первый файл Похороним их в Австрии Здесь безумно мило, ребята Уже потеем Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Наш последний отель в Австрии Конгресс-отель, он огромный У него там какая-то внутренняя территория, еще у него есть бассейн Отель называется «Пирамида» За счет вот такого вот конгресс-зала Я надеюсь, мы туда сбегаем И я вам покажу Привет! Ля-ля-ля! Это я! Зеркальные стены Все очень дорого, богато, зеркально Насколько это четвертый этаж Я не вижу такого У нас тут уже первый файл Нашли свой номер Вход по карточкам, а карточки не срабатывают Саша пошел на ресепшн В ресепшн еще идти, наверное, минут 10 Хочется уже в бассейник Ура, мы зашли Оказывается, я неправильно вставляла В общем, при входе нас встречает Туалет Теперь я Ванная Огромная, хорошая ванная Зеркала Зеркала, зеркала вообще во всю стену Удивительно, что зеркал нет на потолке Кровать сдвинутая Я не люблю такие кровати Столик с зеркальной поверхностью Удивительно, что не зеркала вместо стекол Но классные Вау! Вот мне нравятся Окна во весь пол Супер Вид классный И соседей нету Тут нас встречает Какое-то монголо-татарское иго В общем, здесь куча-куча конференц-залов Так, я планирую вот туда В саму пирамиду пройти Надеюсь, она доступна нам А вот и пирамида Здесь же зимний сад Вот Основная фишка этого отеля Не знаю, это для ужина уже сервируют Такое ощущение, что здесь балы проводят Я бы не хотела на такой ужин Такой вот конференц-зал Все живые деревья Как, я думаю, вы поняли Ну, а мы отправляемся Поплавать Здесь есть бассейник До 10 вечера работает Еще 6, мы успеваем Хочешь плавать? Хочу Завтра утром рано На сей аэропорт Полет в Кишинев Там мы забираем ребенка Потом летим Потом едем в Румынию Едем в Израиль Пока что мы нашли фитнес-зал Зал для занятий Но пока не нашли бассейн Тарам Мужская раздевалка А, вот, наверное, женская раздевалка О, пул, пул А еще там есть, похоже, сауна А? А, туда нужна бахила И туда, наверное, уже в этом Туда, наверное, уже в купальнике, нет? Нет А тут очень Котеночек здесь О, 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 о Похоже, это место никто не нашел Судя по тому, что здесь нету народу Здесь безумно мило, ребята Все, мы сейчас берем купальники И до 10 вечера будем здесь отдыхать Вау, вау, вау Здесь сауна, бассейн И еще какой-то watch Все, бежим за купальниками Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все, одним кроссовком мы скажем здесь бай-бай Похороним их в Австрии Бай-бай мои кроссовочки Они уже истоптаны в Австрии окончательно И мы купили им замену здесь Моя любимая фирма «Скетчерс» Легкие с «Мемори» Фоум Стелькой запоминающей Вашу ножку Уже чуть-чуть не в походил Короче 50 евро Столько же, сколько в Израиле Обувь Похоже, интернациональная Дорого стоит Пока сидим и ждем посадку из Вены в Кишинев Хочу рассказать вам про особенности аренды автомобилей Мы путешествовали с друзьями, как вы поняли И у нас была разница Я брала машину у местных rent cars А друзья брали у международного секста Разница была, конечно, в деньгах Во-первых, мы платили 200 евро за... Сколько? Короче, дней 5 Они заплатили 300 евро за дня 4 Вот Но В итоге у нас Был нежданчик Мы когда приехали в аэропорт Оказалось, что аренда автомобилей Она не в аэропорту А еще нужно было позвонить Встретиться с представителем Этой rent car И еще он нас отвез 6 километров от аэропорта То есть это был такой нюанс То есть и обратно сдавали мы тоже Ну, в целом небольшая проблема Но это время То есть эти 10-15 минут могут быть важны Вот Потом был нюанс Именно, может быть, для Австрии Что там одна дорога из Сальцбурга в Инсбург Побыстрее проходит через Германию И нам пришлось доплатить 70 евро Я думала, может быть, у Сикста Нет такой проблемы Потому что они международные И у них есть международная страховка Но оказалось, что нет Друзья сказали, что Им тоже нужно было бы докупить такую страховку Они просто не ехали этой дорогой Нюанс у нас был, что не работало стекло водителя Не спускалось Я потом, когда мы сдавали машину Пожаловалась И что, типа, оно не работает Типа, мне сказали Ну, а мы знаем Оно такое Это специально так сделано Окей И еще одним нюансом Ну, это лично для меня Как для водителя Стал тот факт в аренде Что я, когда, в общем, сначала тормозила У меня через 2 секунды Где-то выключался двигатель И, ну, особенно в светофорах Приходилось Ну, то есть, как бы Я отжимаю тормоз И машина там тормозит И заново там долго запускается Я сначала думала, что это такое Что такое Ну, и, в общем, мы к вечеру загугли И оказалось, что это какая-то новая технология Экономии, там, топлива И это очень круто Но мы нашли, как это отключить Такой вот значок А-Офф Если я не зеленюсь, я вставлю Вот, можно отключить Но это приходилось Отключать его каждый раз Когда я садилась за руль Тоже не очень удобно Вот, но такое есть Я первый раз с таким столкнулась Ну, это вот такие вот Современные технологии Классно, что мы их попробовали Это вообще в Австрии Очень много современного всего И я увидела в жизни Здесь уже три Теслы И, мне кажется, это какой-то космос И мы прям видели, как Человек за рулем этой Теслы сидел И руки у него были на коленях Эта Тесла ехала Со скоростью 120 Это был дождь Как? Я не представляю Слушайте, это вот Современные технологии Которые сейчас существуют Среди нас И классно, что мы можем их Видеть, наблюдать Вот, по поводу, опять же Хочу сравнить международную аренду И аренду у местных То есть мы, по идее, как бы сэкономили Но не знаю, насколько это В общем, потому что Я сначала подумала Увы, какие мы лохи Что взяли у местных Надо было брать у международных И не париться Вот, но в итоге Наши друзья Тоже столкнулись с проблемами У международной компании Аренды автомобилей Сикс Они Их багаж потеряли Это вина авиакомпании Не ренталкарс Но Из-за того, что они оформляли Потери багажа Они опоздали на Взятие машины И Они думали, что Ну, какая может быть проблема А в итоге Им Сикс сказал, что Вы опоздали на час В наших правилах Если вы не пришли После часа заявленного времени То ваша бронь снимается Несмотря на то, что она была полностью оплачена И в итоге им сказали, что Вашего уровня автомобилей Уже нет Есть только Уровень автомобилей Выше или ниже Если выше вы берете Вы должны доплатить Ниже Вы не должны доплатить Ну, как бы В общем, тоже Они очень расстроились Но взяли уровнем ниже То, что доплачивается Вообще Какой-то бред Еще хочу добавить По поводу австрийцев Не все они Одинаково Приветливые Одинаково Классные И есть Есть нюансы Например При посещении города Чудесного Сказочного Красивого Города Гольштадт Я бы его сказала Chinese Village Очень много китайцев Почему-то Ну, не китайцев Вообще азиатов Там и китайцы Корейцы Японцы Посещают его Европейцев Там очень мало Почему-то И мы, короче Зашли в кафе Взяли себе Горячего шоколада Пиццу Сидели Ели Поели И сидели Общались Оплатили уже Вот Сидели Общались Подходит к нам Короче Девушка Которая Видимо Ну, типа Там работает И говорит Без какого-то Всякого Простите Типа Мне нужен этот стол Через 5 минут Она говорит На английском Осободите его Вот так вот резко I need this table In 5 minutes You should go Мы такие сидим То есть Такого хамства Честно говоря Вообще То есть Ни сори Ни как бы Никакого там Вот простите У нас этот столик Зарезервирован Нет Вообще Вот она подошла И так резко Все это сказала И мои терпеливые Друзья Немцы Вышли из себя Мы устроили Там им скандал На немецком Я им на английском Сказала Что это Very bad service Вот То есть Не все Так гладко В задневающей Европе Но Таких конечно Нюансов Было Немного В основном Очень приятные Эмоции Очень Приятные Ощущения И Ну В основном Все очень вежливо И на дорогах Все очень Вежливо Уступают Так что Мне кто-то Где-то Посигналил Ни разу За неделю Ни разу Я не услышала Сигнал Что я торможу Хотя иногда Я думаю Что я тормозила Потому что Мы дорог не знаем По навигатору Разбирались Австрия Австрия Петрушка Петрушка С местами Когда я регистрировалась Онлайн Мне выдала Система Места 8 Аб Когда мы Пришли в аэропорт И загрузили Эти же билеты Она выдала Система Билеты 15 ряд Места А и С Мы такие Сидим Что это такое Девушка Сейчас тоже Ожидает А напротив Так и говорит А у меня вообще Места нету Ну то есть Как бы Сранно Посмотрим При посадке Что нам Сейчас мы летим В Кишинев Забрать Роберта И сразу же Оттуда Поедем В Румынию И из Румынии Уже Полетим В Тель-Авив Это будет Не очень просто Потому что Робик заболел В последний день Начался кашель И температура Конечно Поездка С больным Ребенком Будет Вдвойне Веселее Но Мы готовы Будет такая На сыра сплата За наш классный отпуск Разобрались с билетами Оказалось Что поменяли самолет И поэтому Изменились Места И мы просто Я когда Чекинилась онлайн Были там места А, Б 8 А когда мы Приехали в аэропорт Мы такие Прифигели Потому что Мы загружаем Страницу онлайн Мы не распечатывали И оказалось Что места 15 А, С Через одного И сейчас Вот у девушки Точнее Она сказала Что просто Места Б Нету И вы будете Ряд Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здравствуй Молдова Он кого-то Уже встречает Ого-го Как Так, ладно Мы бежим Заказал такси? Заказал такси? Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Ну что ж, мы молодцы 1708 километров Мы накатали по Австрии За вчера Мы за один день Посетили Три страны Это тоже Такой рекорд Забирали Роберка Роберка Он немножко Приболел Ему вызывали врача Хотела показать вам Что ему выписал врач И это только первая страница Но там еще И я хочу обратить внимание На диагноз ОРВ Вообще говоря ОРВ Не лечится лекарствами Вот Ну Такая вот Система лечения В Молдове В России Вот эта крайность Залечить таблетками В Израиле Другая крайность Не лечить в принципе Я считаю Что лучше Золотая серединка Надеюсь Вам понравилось Путешествовать с нами И вы Если поедете В Австрию Возьмете на заметку Какие-то Наши Лайфхаки И наши ошибки Желаю вам Хорошего дня Пока И не забывайте Ставить нам Лайки А если вдруг Какой-то Неожиданной причине Не подписана На нас Нажимайте Субскрайб И обязательно На колокольчик Чтобы не пропустить Выход новых Наших чудесных Видео Вот мы и дома В жаре Уже разделись Уже Потеем До будущих встреч Теперь точно Пока-пока Лежит наш папа Лежит наш папа Лежит наш папа